Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию доклад, касающийся достаточно редких в практике детских онкологов случаев диссиминации глиом низкой степени злокачественности. В целом, глиомы низкой степени злокачественности являются наиболее частыми неоплазиями в детской практике, достигая до 40% в структуре опухоли ЦНС. И в основном поражает детей в первую декаду их жизни. При этом, как мы все с вами уже слышали, выживаемость при этих опухолях очень высока, достигая 90%, 25-летняя выживаемость, особенно в случаях, если опухоль пролечена радикально. И тем не менее, около 2-5% больных имеют диссиминированные формы заболевания. И следует отметить, что результаты лечения именно этой группы больных оказываются несколько хуже. Проанализирован опыт госпиталя Святого Иуды, где был проведен анализ 600 пациентов, лечившихся за 20-летний период с глиомами низкой степени злокачественности. И среди них оказалось только 38 больных, что составило чуть более 6% с диссиминированными формами. Причем половина из них имели метастатическую болезнь на момент первичной диагностики, остальные больные диссиминировали на различных сроках наблюдения. В подавляющем большинстве случаев опухоль первично локализовалась в головном мозге, и при этом более трети больных имели образование в гипоталамогипофизарной области. И значительно реже первичный очаг локализовался в спинном мозге. У всех больных опухоль была морфологически верифицирована, и наиболее частым диагнозом была пилоцитарная астроцитома. Гораздо реже выставлялся диагноз неспецифицированных глиом низкой степени злокачественности, и в единичных случаях другие морфологические варианты, которые вы видите на этом слайде. Всем больным проводилось тот или иной вид лечения. Как правило, это было комбинированное лечение. Они получали от двух до пяти линий терапии, и наиболее часто первой линией терапии была химиотерапия с включением препаратов платины. Оперативный этап применялся у девяти больных. Следует отметить, что среди них восемь имели первичный очаг солитарный в головном мозге и один в спинном мозге, что позволило провести операцию первым этапом. Лучевая терапия у семи пациентов применялась, и минимальный возраст пациента, который проводил случевое лечение, был три года и два месяца. И наблюдались семь больных, однако в последующем все они также получили тот или иной вид лечения. Средний срок наблюдения за пациентами в этом исследовании составил 80 месяцев. 13 больных наблюдались больше 10 лет. Медиана до прогрессирования составила 11 месяцев. Чуть более 80% была пятилетняя общая выживаемость, а пятилетняя выживаемость без прогрессирования не превысила 8%. Другое исследование, известное HIT LGG96 немецкой группе, где собраны были сведения о более чем тысячи пациентов с глиомами низкой степени злокачественности. Среди них было выявлено чуть более 5% больных с метастатическими формами, где также половина из них имели метастазы на момент первичной диагностики. В этом исследовании выявлена большая частота диссеминации процесса в случае, если опухоль локализовалась в гипоталамогипофизарной области. Результаты лечения в принципе сопоставимы с теми же сведениями, которые были у коллег из госпиталя Святого Иуды. Исследователи пришли к выводу, что полихимиотерапия удлиняет время прогрессирования заболевания у большинства пациентов с диссеминированными формами. И в случае, если мы видим первичный очаг в гипоталамогипофизарной области, особенно если есть проявления какие-то диэнцефального синдрома, МРТ спинного мозга должно быть обязательным стандартом исследования у этих пациентов. Здесь крупная таблица, собраны сведения литературы о 30 пациентах с диссеминированными формами. Локализовалась опухоль в различных отделах центральной нервной системы. Чуть более трети больных – это была гипоталамогипофизарная область. Возраст больных колебался от 7 месяцев до 11 лет. Морфологически чаще это была пилоцитарная астроцитома. Метастазирование могло проходить в различные отделы, как головной мозг, так и спиной мозг. И комбинированные метастазы выявлялись. Что касается лечения, то, конечно, преимущественно проводилось либо химиотерапия, либо химиолучевое лечение. Из 30 пациентов 5 умерли на сроках наблюдения от 3 месяцев до 5 лет, а остальные живы при сроках наблюдения от 19 месяцев до 7 лет. В нашем центре наблюдалось двое детей с диссиминированными формами заболевания. У девочки заболевание манифестировало в возрасте 1 года и 7 месяцев проявлениями левостороннего гемипореза. Она некоторое время наблюдалась невропатологом, получала консервативную терапию по месту жительства. Однако в связи с присоединением эпилептических припадков по типу замираний, ей было выполнено КТ, где выявлено образование глубоких отделов правого полушария головного мозга, в связи с чем она уже была госпитализирована в нейрохирургический центр нашего города, и диагноз был подтвержден по данным МРТ. Естественно, первым этапом был оперативный, была попытка удаления опухоли глубоких отделов правого полушария. Гистологически это диффузная фибриллярная астроцитома. И при выполнении МРТ через сутки после операции сохранялась остаточная опухоль в глубоких отделах правой лобной и височных долей, и при этом выраженная латеральная дислокация. К великому сожалению, у этой пациентки оперативный этап лечения осложнился развитием обширной субдуральной полушарной гематомы справа, в связи с чем она получала соответствующее лечение, был имплантирован вентрикулоперитениальный шунт, и в дальнейшем, тем не менее, отмечалось улучшение клинической симптоматики, и она в течение 8 месяцев наблюдалась по месту жительства. Появилась в нашем центре через 12 месяцев от дебюта заболевания, и при оценке наших данных МРТ с представленными ею мы видим, что размеры остаточной опухоли у нее не изменились, однако появилось утолщение мягкой мозговой оболочки на уровне первого шейного позвонка по передней поверхности, а также появился узел вдоль волокон хонского хвоста. Таким образом, мы выставили ей прогрессирование заболевания с лептоменингиальным метастазированием, и девочка начала терапию по протоколу СИОПЛ-ЖЖ-2004. По настоящее время она получила 61 неделю химиотерапии на фоне постоянного приема противосудорожных препаратов. Мы видим стабилизацию процесса, длительность наблюдения составила 40 месяцев, и при последнем МРТ в феврале этого года мы заметили даже определенный положительный момент у нее. По данным МРТ мы не обнаружили, по крайней мере, узловое образование, которое у нее было вдоль волокон хонского хвоста. Второй ребенок, ему было 2 года и 2 месяца, когда заболевание манифестировало выраженными болями в спине, головными болями и рвотами, в связи с чем по месту жительства он лечился по поводу гастроэнтерита, затем в связи с неэффективностью терапии был переквалифицирован как менингоэнцефалит, и, наконец, ему было выполнено все-таки КТ головного мозга, где выявлена декомпенсированная гидроцефалия, и по месту жительства выполнена вентрикулоперитениостомия, после чего он уже был госпитализирован в нейрохирургический центр, и здесь, по данным МРТ, была выявлена опухоль, которая занимала весь длинник спинного мозга. Поэтому оперативный этап ограничился лишь биопсией на уровне нижнегрудного отдела спинного мозга, и морфологически это была пилоцитарная астроцитома. Вот его МРТ, когда он поступил к нам уже после оперативного этапа лечения, вы видите неравномерное утолщение спинного мозга, особенно на уровне шейного отдела позвоночника, огромное количество кистозных образований. Здесь также воскулиризация и утолщение оболочек спинного мозга, интермедулярные очаги по большей части, шейный отдел, и также по волокнам конского хвоста. И здесь по типу мыльной пены изменение мягкой мозговой оболочки моржечка. Такова была степень распространения заболевания у этого пациента. Он также начал терапию по протоколу СИОП-ЛГГ, и у него мы, конечно, видим гораздо более оптимистичную положительную динамику, постепенное уменьшение как размеров, так и количества интермедулярных узлов, толщины мягкой мозговой оболочки. Однако к 43-й неделе протокола достигнута стабилизация, и дальше уже с ним ничего не происходит, хотя, конечно, клинически он стал значительно лучше, у него полностью оккупирован болевой синдром, он ходит, растет, и качество жизни у него очень хорошее. Конечно, количество наблюдений диссеминированных глиом у нас очень мало, и в целом в мире достаточно невелико. И на настоящий момент, наверное, все-таки до конца непонятна причина такого агрессивного течения заболеваний с, в общем-то, изначально предполагаемым низким метастатическим потенциалом. И, возможно, последнее исследование, которое сейчас запущено в мире, сможет позволить определить биологические особенности и глиом низкой степени злокачественности, и выявить, возможно, какие-то молекулярные поломки этих опухолевых систем, чтобы определить мишени для терапии этих пациентов. Благодарю за внимание.